Ну, я думаю, Ликвиды все-таки не собирались его брать, потому что то, что ты объяснил, это логично. Они могли сейчас шейкеры забрать, Котлбет точно там в бане не был. И банит, соответственно, Бруду. Как я и говорил, Бруда тут в каждой игре будет третьим, четвертым банным. Ну, на перестартовку нет смысла в таких важных матчах. Просто про Бруду мы уже неоднократно общались, от того, что, опять же, тебя Бруда заставляет подстраивать свой драфт, какие-то линии там менять и так далее. То есть тебе тяжело играть в свою игру. Вот в чем суть. Собственно говоря, забудешь на ней секунду, и тебя уберет драфт на сне еще. Да. Дизраптор под нагу, на самом деле, это, как по мне, лучший суппорт. Заслипали, подошли, расстелили поляну и пытались провести файл. Конечно. Эта комбинация, на самом деле, всегда очень круто работала. И эта комбинация на самых жесточайших плите, когда у Дизраптора гоним появляется. Аганим, да, это соглашусь. Если там 2-3 героя встают рядом, то… Ну, мне вот интересно, кого Liquid возьмут с котлом. Блин, ну какой-то реально брюмастер, может, мы увидим что-то такое необычное сегодня. Пока стандартная земельочка. Ну, а смотрю, не отходит пока от каких-то шаблонов в Team Liquid, от своих стандартных, именно наигранных на сотнях КВ связочек, по сигнатурочкам. Вот прям любимый герой, мне кажется. Ну, единственное, меня вот в этом пике сейчас смущает земля, потому что как-то они с котлом обычно брали для куроки такого менее жадного героя. То есть, какого-то Баратрума. Или там, давно еще, ну, Тускарта давно не играли с ним. То есть, ну, все равно какой-то Рубик-пятерка или какой-то Баратрума. Здесь земля. То есть, я вот не могу понять, это куроки по этому будут играть на земле пятерки или что это у нас будет? А может быть, куры и на котле пятерки, кстати. Ну, может быть, но здесь, по идее, для котла хороший матчап. Так, какой для Минески сейчас четвертый? Не знаю, возможно, какой-то визаж. Может быть, что-то такое. А какой карри тебе нравится для Liquid против… То есть, например, вот Liquid очень любят брать Найкса, но Найкс уже не заходит, как я считаю, против Найги. Против всех это не очень приятный. Сейчас, Никс. Это все-таки вот такие какие-то контрмеры против котла. Она здесь появляется в Минески, но… И получается, это Нага хардовая. По-другому, либо Найкс хардовая. Никс, 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 Никс. Да, мне кажется, больше то, что это Никс. На самом деле, интересно. Собственно говоря, тут они по факту закрывают именно Никсому. Была какая-то игра, я вот не помню. В Минески, по-моему, даже, мне кажется, с Флейн Нагой у них была одна игра в активе. Я вот не уверен. По ССССР на таких вот Ниссадар Тангеров часто играет. Очень напряженное обсуждение в стане команды Team Liquid. Я думаю, для них Никс тоже неожиданно был. Ну, у них очень много опций в данный момент. Но на самом деле, да, есть даже опция, опять же, то, что они пикнут. Я думаю, сейчас будет пикнут Кэрри для Матумба и на Ласпи, как обычно, закроют для Миракла уже. Собственно говоря, давай подумаем, какой Кэрри ему может подходить. Антимага. Круто. Любопытное решение. Ну, честно говоря, это антимаг, наверное, для Миракла. И, собственно говоря, тут на него кэч огромное количество. Есть Нага, сетка, есть Дестраптор. Тут не так просто будет антимагу по игре. И в целом там против героев, ну, как бы, нет антимаг, не контрпик, чем-то просто они его взяли, соответственно. Хотят, так сказать, сплитать с ним. Ну, просто антимаг, я к тому, что. Ну, герой у него в команде конкретно, мне, на самом деле, нравится. Опять же, с виноманцером можно... Где-то мы видели сейчас виноманцера с антимагом. Да, но это хорошая достаточно комбинация. То есть, вот такой антимаг, да, интересный, на самом деле. Ну, у Ликвидов вырисовывается жесточайший сплит-пуш, будет котл какой-нибудь с агонимом в дальнейшем, который будет реколить. И по всей карте будет вот как раз идти вот этот разводняк, будут где-то выискивать, сплитать, вот разводить по линиям. Майн-контрол улыбается, там что-то задумали. Мне интересно, это у нас виноманцер будет для матумбы или все же сейчас летспик для майн-контрола оффлейн? Я думаю, для майн-контрол. Была в нем всегда, что могут еще виноманцера оффлейн сделать в ДК. А, ДК, интересно. Интересно. Вот почему он улыбался. Они там что-то такое вообще придумали неожиданно. ДК в хардлайн, может быть, поэтому улыбнулся. Честно сказать, ДК в хардлайн мы видели в исполнении тех же Virtus.pro. Я сам как-то вот тоже было время на… Ну, мне, например, ДК нравится под подмоб, условно говоря, в хардлайн какой-нибудь. Ну, должна быть какая-то определенная задумка. То есть, допустим, я даже вот здесь не совсем уверен, насколько ДК вообще в целом хорош. Не важно, в оффлейн или в мид. То есть, какой-то такой вообще просто нестандартный пик ДК зашел. И банят Ликвида как раз в Террор Блайду. Вот не хватает Минески в какой-то степени Тауэр от Эмиджа. Пока не вижу, чем они будут Тауэр от Эмиджа сносить. То есть, есть как бы Нага на Суп Тауэр не пробивает. Минески у нас, до этого не в ту внимание, они Беста у нас забанили. То есть, да, там у Ликвидов как таковых и героев было немного. Но это действительно какой-то ДК Котл в оффлейне должен быть. И, возможно, медовой антимаг и землями на Майнсер в Сайфлейне. Ну, какой-то очень такой хитрый драфт. Ну, тут нужен герой против антимага какой-то. Ну, на самом деле антимага у них достаточно. Он то же самое делает, что… Поймать, да. Вот условно говоря, что делать с ДК, который БКБ себе купит. Вот пока я не вижу, как будет Минески справляться с ним. Такая-то драфтка, возможно. Интересно. Ну, не стандартнейший раз драфт. В любом случае, друзья, выбор сделан игроками. Давайте и вы, уважаемые аналитики, делайте ваш выбор. Кто на кого ставит на этой карте? Ну, мне кажется, что все-таки я бы на Ликвид поставил. Очень, на самом деле, интересный такой драфт. С ДК с этим, возможно, какая-то заготовка. На самом деле, опять же, антимаг by Miracle. Я думаю, многие хотели увидеть. То есть у нас просто, как мы обсуждали… Феерия, феерия героев. Да, тут у нас виджа на котле в этой игре всплыл. И Miracle на антимаге. На самом деле, очень интересно. Ликвид 3.1. Ликвид 3.1. Что ж, друзья, нам уже ясно, кто решает в игре. А за хайп решаешь ты, зритель. Что же, Каспер, друг, я хочу передать вам слово, поскольку решающая карта вполне, возможно, именно сейчас будет вами прокомментирована. Спасибо большое, Борис. Спасибо студии аналитики. Каспер, друг, я запутался. Зал, поддержите команды. Возможно, мы смотрим последнюю карту первого минора. Думал, ты попросишь зал помочь разобраться, кто есть кто, но и так пойдет. А Ликвид против Минески. Минески, драфт не очень был понятием нашим аналитикам, не очень понятно, чем было закрывать. И у меня сложилось впечатление, что, знаешь, вот разговор касательно алхимиком был, вот кто в соло тащит карты. Мы что-то как-то немножко в тупик заходим. Кто в соло выигрывает игры? Ну, алхимик. Обычно, да, обычно таких вариантов не слишком много. Это либо Terrorblade, либо алхимик. И некоторые мейджор-турниры показывали противостояние именно этих персонажей. Ну что же, поглядим сейчас, получится ли у этого алхимика вывести игру практически в одиночку на себе. Но ладно, я так говорю, в одиночку. Там у него еще 4 человека в команде есть. И давай сразу расскажем, кто есть кто. Миракл, антимаг, его излюбленный майнд-контрол, Драгон Найт, Куру, Кипер Узелайт, G.H. Earth Spirit и Матумба Мэн Веномансер. Ваши аплодисменты, команда Liquid. И коллектив Минески, Джабб, собирает себе Нага Сайрен, Никс Ассасин для Айс 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 Айсом. Нано сыграет на Муши, Нинджа Буги, это Дизраптор. И Нано, точнее, забирает себе Алхимика. И я запутался. Не Муши, Муши Мирана. Да, Муши Мирана. Все, это команда Минески и уже драка началась. Уже выходят, Liquid уже встречают. Это классика Сумаила, насколько я помню. И Миракл, да, он у нас частенько это делал, уже на турнире спамил. Но не остается, не остается это ГГ, не остается это просто нечто. Что вообще делать Мираклу? Боевой дух там на ноле. Ноль, понимаешь, в чем дело? Представь просто ситуацию. Миракл приезжает на турнир, у него в этом сезоне ноль винрейт. Вот просто ноль винрейт. Не выигрывал матч. Вот ужасный сезон, ужасно начинается. И он не может спамить Каспером в вилдчат. Мне кажется, это все. Это ГГ. Это ГГ, да. Хорошо. Начинается игра. И я очень, очень, очень удивлен. Джей и Ча, кстати, убивают. Хорошо. Убьют ли? Пытают. Две секунды еще ему жить до роликболдера было. Но он решил просто телепортироваться и скрылся во мраке. Центральную линию снова отдают Матумбомену. Мы уже сегодня видели Миракла, который был с Террорблейдом. Сейчас видим Миракла на Антимаге. Наблюдали мы это и на The International, где очень часто на том же Джиггернауте победном он исполнял. В легкой линии есть. Это универсальность. Огромное количество ММР, огромное количество опыта. Постоянно активный Ликвид. Ликвид. Драгонайт в легкой линии. Вот это не очень стандартная тема. Майн контрол на Драгонайте в легкой линии. То есть просто ломает мозг в принципе эта фраза. И я как раз обращаюсь к статистике и наблюдаю вот конкретно Дота Бафф. Мне сообщают, что Майн контрол 16 дней назад в рамках матча Unknown vs Unknown выступал на Драгонайте. Так, у нас умирает Нана в центре. Хорошо, но до этого, до этого последняя игра зарегистрирована в 2015 году у Майн контрола официальная. Но что? Опыт не пропьешь? О, у нас там увольняет кого-то. А, я понял, я понял. Пойди подпиши. Подпиши документ. Ребят, подайте мне, пожалуйста, бумажку и ручку. Ну по счету все нормально. 1-0 по счету. Можете не переживать, вас не обманывают. Действительно 1-0. По крепам все хорошо в этом моменте. Даже сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время. GH воюет пока что с Джабсом. Пошла сеточка, ответка прилетела. Хорошо. Нажали по одному заклинанию. Опа. Да, забирают Нана в центре. Нана старается умереть. И вот Денай. Денай, да, Денай. Вы это видели? Как же здорово он сыграл. После этого загрузочного логотипа у нас Тим Кук на сцене должен был появиться, мне кажется. Но, видимо, не приехал на финалы посмотреть. Да, Денай был потрясающий, ребят. Вы просто должны были это видеть. Все те, кто сидели в арене, это было потрясающе. Нет, как это можно было пропустить? Я не знаю. Это здорово. Это здорово. Это лучшая игра, наверное. Да, начало просто феноменальное. Отлично. Контроль от крипов. Размены по здоровью. В общем, претензий к визуальной составляющей этой игры вообще никаких нет. Здорово, здорово. Это и звук хороший. Что сказать? Да. Ну, на самом деле, очень пассивно ведут себя и одни, и другие игроки. Особо выходов нет. И вообще, плотные персонажи на линии стоят. Того же Майн контролы сильно не забрать. Да, я вот гляжу Драгонайт против Мирана. Мы обычно такую линию центральную наблюдаем, и Мирана там только через Старшторм как-то может этому Драгоннайту испортить настроение. Поэтому Майн контрол и стоит здесь в одиночестве. Ему вообще никто не нужен на этой линии. Нужны герои на центральной линии. И Нинджа Буги. Куро задувает. Узкий проход этот задувающий котел. Безысходность. Первая кровь. Текстовую, текстовую трансляцию на экран. Да, забирают в размен G8, 2-1 счет. Нет, ну это очевидные вещи, даже в принципе нет смысла озвучивать их. Да, да, я полностью согласен. Все и так все видят. 24 на 10, кстати. Все, можем идти. Мы теперь не нужны, мне кажется, Дима. Да, так вот, что касается Матумба Мэна в центральной линии. Если посмотреть на его хрипстат, то тут, знаешь, не ошибка, что не отсортировали по командам. Точнее, по возрастающей. Все верно, абсолютно. Три Кора, Ликвид фармят намного лучше, чем их оппоненты. Намного, намного, намного. Ты посмотри, Алхимик, 9 на 1 всего лишь. Это тот герой, который, напоминаю, должен в соло вытащить эту игру. Ну, конечно, под него могут подготовить стаков большое количество. Который придет и заберет антимакс. Да, да, и этот момент, конечно, я уверен, Ликвид будут контролировать. Буквально через несколько минут мы должны будем увидеть первые варды в лесу. Как раз в местах скопления нейтралов. Да, и в центральной линии Мирана вместо Алхимика не просто так. Против Майнд Контрола еще может Алхимик постоять. Нинджа Буги его цепляют, Кура. В принципе, Эллиминейт на полную раскастовал. Ну и что, не хочет отдавать фраг? Джейдж должен добирать Майнд Контрол. Ну что, это уже играют. Играют кошки-мышки. Да, да, балуются, балуются, конечно. Поймали одного в лесу. Пижоны, знаешь, что-то реально пижонство. Ой, там Муши попал под раздачу от Матумбомена. И сам Матумбомен уйдет, скорее всего. Верно, верно? Не хватает урона. Так, все очень здорово складывается для Ликвид. Эти перемещения от саппортов, плодотворные перемещения, это полбеды. То, что делают фраги, Ликвид, вот действительно полбеды. Антимаг фармит, Драгонайт фармит, Матумбомен фармит и убивает. Что очень важно. Муши. Ой, а вот это очень приятно. Куру отъезжает. Миране достаются хоть какие-то деньги. Джабс в это время центральную линию немного подкармливать. Продолжает. И знаешь, многие матчи прошлые Ликвидов, где они выглядели так слабоватенько, они всегда начинались с более слабой стадии лейнинга. Ну, зачастую. В процентах 90 случаев. Для Ликвидов. Да, да. И первую карту даже гранд-финала мы можем вспомнить, когда Минески просто вперед ногами выносили каждую из линий. А сейчас уже... Да, прошу прощения, на грани шестого Миракл. Потому что им даже не надо бить сейчас Айс из Айса. Им надо добить хотя бы одно существо вблизи. Да, и все. Можно прыгать. Можно прыгнуть вперед. И просто дать мановой. У Жукса запас маны 361. Ну, нет-нет-нет. Он его не пробьет там на сотку с лишним. Я думаю, да. Я думаю, там тем более есть два манга. И он очень быстро может их использовать. Хотя бы одно использовать. И он не должен умирать уже. Ну, да. Да, мановой, да. Так что, я думаю, это может быть какая-то даже провокация. Вот сейчас на Миракл сверху набрасываются. Он сейчас заберет его. Ты посмотри на Айс из Айса. Они забирают Миракла вверху. Ой, браво. Просто браво. Терпел и дотерпелся. Терпение и труд. Миракла перетрут. Далее. Куру сопровождает майн-контролу. В нижней части карты. И они уже до Т2 дошли. Слушай. Я как-то упустил этот момент, когда ДК протолкнул линию. Уже скоро вплоть до базы. Куру. Задувочка. Уворачивается. На-на. Пошел булыжник. Гейдж. И укатывается. Просто потихонечку. Знаешь, выкуривают этого алхимика. Не дают ему свободно фармить. Все равно алхимик держится в топе. При таком неприятном старте. Видим, что она хочет что-то, он и все-таки имеет. Золото. Его закрывают. И несколько персонажей. Джей Эйдж. Матума Мэн не подпускает к себе. Есть булыжник. И станчик. Есть задувка. Нет алхимика. Очень простой алгоритм получился для Ликвид. Но в размен потеряли котла. Но в соответствии с нервно ценно. Четверо. Четверо в центре. Вот только что было, пока не погиб алхимик. Выловили, наконец, Джей Эйдж. Две секунды до Роллинг Болдера. Перед ним встать, наверное, будет некому. И Глимса тоже нет. Так что не угнаться за земельей. Он, скорее всего, убежит. Ну, конечно. Сворачивается калачиком. А в центре продолжается накал страстей. И там теперь уже трое жидких. Вот это Драгонайт, который был в сложной. Господа, второй Нетворс в своей команде. Соло легкое. Соло легкое. Ну, ладно. Да, это типа оффлейнер. Я к этому клонил, конечно. Но соло легкое против контемираны. Просто в соло сложный антимаг стоял. В принципе, да. Что так, что так. Можно заподозрить, что... Что-то не то происходит. Я просто смотрю, что в сложный антимаг, он ведь не сильно отстал. 600 монет. Я думаю, могло быть все намного хуже. Стрела. Уро. И так разберется Никс Ассасин. Стандали по муши. Пытаются поймать. Камень прилетит. Да, не уйдет. Миракл. Можно этот фрак забирать. Он его и забирает. И уже 2000 перефарма. Хороший Драгонтейл. Есть стан помираний. Лип был потраченный. Джейдж идет на перерез. Камушки. Камушки закончились, наверное. Да. Один оставался. И все остальное просто перезаряжалось. И болдер смеш, и роллинг болдер. Естественно. Армлет. Да. Да? Мне не показалось. Нет, не показалось. Армлет практически готов у Алхимика. Но это ровным счетом ничего не меняет. Алхимик он один. А там, извините, Веномансер, Драгонайт. И даже антимаг, я думаю, будет подключаться. Надо подключаться к дракам. Там еще 4 сотки золота надо. А у нас уже 10 минута заканчивается. Это совершенно не тайминги. Мы привыкли видеть нормальных Алхимиков. Там чуть ли не к 7 минуте уже с Армлетом. И к 12 из Радианса. Мы привыкли видеть Алхимиков, которым ничего не делают. Но это не тот случай. Потому что Ликвид сами играют с Алхимиком. У них, извините, Вероков. Они его загнали вообще в сложную линию, если что. Да. Нападают на Мирану. Хорошую. Конечно, конечно. С этим проблем никаких нет. И Муши добьет. Прямо здесь и прямо сейчас. И третья башня сейчас также будет разрушена. С первой линии обороны справились. Или справятся, да. Более правильно. Через буквально 1 минуту. За 11 минут в сумме. Да. И только-только откатилась форма у Драгонайта. Он сразу же ее использует. Вот буквально там 5 секунд назад это случилось. И ломают вышку вверху. Конечно. А ты не можешь прийти. Во-первых, потому что ты Никс, который внизу пытался забрать котла и немножко не получилось. Алхимик без артефактов, который, проводя время здесь, просто тратит его попусту. Дизраптор, у которого от спама нет. Ну и Мирана, который бы просто не помешал кого-то забирать. Веномансеры, например, в центре. Но Веник пока еще жив. У него нет Нобы. И это проблема для Матумбомена. Так бы он еще пару душ с собой забрать мог. Да, пожалуй, пытался помочь ему Джейдж. Но там слишком много героев на леске было. Чтобы что-либо сделать. Миракл все ближе и ближе подходит к Баттл Фьюри. Я не уверен, что по такой игре ранний Баттл Фьюри, он достаточно ранний будет у антимага. И достаточно поздний Рейденс будет у Алхимика. Что Алхимик будет опережать сильно антимага, если в принципе будет. Минус котел. Это Жукс Ассасин, между прочим. И он этого дедушку на лошади будет гонять всю игру. Причем вне зависимости от того, насколько тот хорошо фармит. Или насколько команда лидирует. Любой иллюминейт, любой выход. Это риск угодить под Жука. Антимаг тем временем уходит. Собирает баунти руны. Все ближе и ближе остаются копейки Мираклу до Баттл Фьюри. 13-ая минута. И в принципе этот артефакт у него уже будет. У Веномансера денег больше, чем у Алхимика по истечению 12 минут. Это как вообще? Объяснишь или так? Оставим вопрос открытым. Это печально. Как это еще может быть? Хорошо. Я так и запишу. Нет, и в целом смог, смог. Кстати, под вардами нет, Никса они не видели. И есть нендето. Все, заканчивается действие смока. Просветки есть? Ой, нет, а что не подвезли? Серьезно, не подвезли? А котлубы позаботятся об этом. А сейчас о котле позаботятся. И Кура в итоге выживает. Просто потому, что рядом были тиммейты. И на хасте уходит. Айс, айс, айс. Да, он так немножко напроказничал. И под ускорением спокойненько скрылся. Майн контрол. Очередная форма. И очередное ее мгновенное использование. Антимага нашли. Антимага пытаются забрать. К нему летит Battle Fury. Но может даже, кстати, и не долететь. Антимаг выживает в итоге. И под шрайном стоит краешком. Цепляет он Миракл. А Миракл восстанавливает здоровье. Не погибает. Муша старается уйти. Айм вряд ли будет продолжать погоню. Хотя хочет. По-моему, хочет. Хотя будет Джабзе не отпустить. Понимаешь? Вот его видят. Да, Драгон Тейл. Прыгает Миракл. Щелк. Вместе с иллюзиями. Да, мой. А вроде выходили убивать Антимага. Вроде даже где-то местами получалось. Виноманцер немножко шипами покрылся. Достаточно явлений. Никс Ассина. Немножко остается. Посмотри на Куру. Куру пятого уровня. Вот насколько он старается делать все именно для своей команды. Абсолютно не эгоистичная версия котла. Какой мы привыкли видеть в каждой игре. Который фармит весь матч. Я бы даже сказал, не версия GH. Он ведь как раз из таких. И котла боятся в исполнении Ликвид. Потому что GH исполняет именно так. Жадно, с быстрым аганимом. И дальше бегите, прячьтесь. Да, причем я вот вижу, что у котла стоит этот быстрый аганим в быстрых покупках. Но не быстрый. Куру сидит и говорит, слушай. Маруна, подскажи, пожалуйста, что там дальше делают? Я его вроде бы вынес справа снизу. А где деньги брать? Если я там хожу, что-то варды ставлю. И он... На Earth Spirit и говорит, я не знаю, у меня есть. Да, у меня все хорошо. У меня все замечательно. Что-то ты руинишь, Кэп. Ломают Т2 вышку. И идут дальше толкать нижнюю сторону. В это время антимаг продолжает фармить. У него есть Battle Fury. И он не отстает сильно от алхимика. Форма дракон через 2 секунды он майнд контрола. Причем Куру ему заливает чакра магию. И после этого дракон прожимает, собственно, эту форму. А, нет, нет. Он до этого успел. Да, да, да. Короче, не получилось у них немного. Ну, что поделать. Я говорю, Кэпру иеникс. Да? Да. Как-то так. И все. Вплоть до Т3. Уже поджали на нижней линии. Фармливает лес. АМ толкает в стороны майнд контрол. Все очень просто. Все так, знаешь, даже не просто, а не побоюсь этого слова, скучно в исполнении Liquid. Они хороши по всем основным корам своим сейчас. Они особо не боятся агрессии. Они активно проводят пуш, проводят драки. И Минески это тоже понимают и стараются избегать. Но далеко зашли. Стоят на хэкграунде у соперника. Ну и сейчас начнется драка. Есть статик шторм. Хорошо. Драгонтейл. Матумбомэн раскостовался поездом новой. Залетает иллюминейт. Уже умирает GH. И... Сон от Нага Сирены. Пытаются, пытаются по краешку буквально Liquid преследовать. Прыгает Miracle. Вперед. Мановоид. Едва не убивает Джабза. И Айс Айс Айс. Ты посмотри. Со сломанными лапками. Ковыляет к себе на базу. Шрайн должен был активировать. Ломают еще одну вышку. Еще одну вышку. Антимаг уже здесь. У него много урона. Регенерации тоже достаточно видим. Поэтому если на него атаковать его, если не будут, то ты на базу совсем не обязательно уходить в Miracle. По этой ситуации. Да, он уходит фармить. Он никуда не идет. Ему не надо лечиться. Он просто спокойненько фармит. Но его поджидает Мирана. Хитрейшая Мирана, которая искала Miracle. Такой моноберн по Драгон Найту с показателем интеллекта в 34. Ну ладно, и так сойдет. Опять дракон. Опять дракон. Только теперь он уже с атакой по области. 12 уровень все-таки есть у Майн Контрола. Слушай, ну мне кажется, немного поторопился. Если только на верхней линии сейчас не отпушат очень сильно условный антимаг. А им не забирает руну регенерации. А, забирает. Все, все, забрал, забрал. Был, убил. Постановил здоровье. Потому что он какое-то время стоял. Я думал, даже может кому-то оставляет из тиммейтов. Он ходит в степень на Рошу. Игроки Liquid Miracle фармят. Это его прямая обязанность. Делать, собственно, нечего. Ему надо будет тягаться с Алхимиком. Дело это непростое. Он сейчас тягается с ним. Отстает всего на 100 монет. Это Алхимику. Алхимику сейчас нужно тягаться с антимагом. Каким-то образом. Очень сложная задача для Минески. Защищаться на базе бесконечно. Для них тоже, мне кажется, не особый вариант. Залетает стрела так аккуратненько вскользь мимо Рошана. Чтобы и его не оглушить. И по возможности угодить во вражеского героя. Да, и еще 45 секунд до сна. Поэтому просто так инициировать не получится Минески. На халяву Рошан вам не достанется. Да, эгита для самого антимага. И вот он Алхимик, который оказался на передовой. Стрела. Правда. Попадает в Драгонайта. Двойной старшот тоже убивает ДК. Котла уже нет. И земель рассыпается. Но Алхимик нет. Алхимик умер. Матумбамен раскастовался. И Миракл. Вот эти 10 тысячный творца в деле. Бах! Все, это будет тимбай. Потому что было понятно, когда Матумба разультился. Задул котел. И включился Магнетайз. Рано или поздно вы все умрете. Единственный, кто вышел, это опять Никс Ассасин. Наверное, потому что... Хорошая ХП регенерация. И в принципе лучший герой в ДК. Единственный плюс. У меня сердечко ехнуло на фразе, наверное, потому что... Ладно. Все это мой жук, жук, жук. Да, вот он сейчас Виномансера пытается как-то накостылять, но боюсь. Немного иной эффект ожидал увидеть жук. А, он под ядом, но фонтан лечит все-таки чуточку сильней. Немножко дома доставил, остается Миракл. Будем держать вас в курсе. И он обгоняет на полторы тысячи Алхимика. Что-то случилось в наших лесах. Крипов, Крипов. Не оставили леса бедному Алхимосу. И семь тысяч перефарма. Девятнадцатая минута. Я вот гляжу на график и понимаю, что не было ни одного момента, когда Минески оформили хоть какой-то камбэк в эту игру. Майн-контрол прыгает на хайграунд. Чуть было не наступил на жука. Мог раздавить его. А там с фланга. Сон. Видят всех. Но слишком рассредоточены герои. Сон отжимается. Виномансера пытаются вырубить. Но вырубается первый дизраптор. Он так и не использовал статик шторм. Не будет дизраптора 22 секунды. Он даже просто, знаешь, не успел отложить этот статик шторм себе под ноги. Как бывает. Хотя бы где-то в панике. Прыжок дальше от Антимага. Щелкает одного, второго. Трипл килл для Миракла. Будут гнать дальше Мирану. И Мирана не уходит ультра килл. Что же вы за люди такие? Не дать под занавес турнира рэмпать Антимагу. Другой ситуации может и не быть. Просто может ее не быть, потому что ломает нижнюю сторону. Он идет. Он идет прыгать под фонтан. Но нет. Майн-контрол. Ты нормальный? Майн-контрол. Иван. Ну ладно. А он, в принципе, отмщен фонтаном. Ломают нижнюю сторону. Я думаю, прекрасно понимает Муши. И Айс Айс Айс. Герои. Игроки с огромнейшим багажом опыта понимают, чем это чревато. В какой ситуации они находятся. Как из нее камбэкать. Я не вижу выхода в нормальнике. Есть Т2В-шка вверху. Но это просто вопрос времени. Вроде как бы живут, но непонятно, жизнь это вообще или нет. Или какое-то жевание. Существование. Да уж. Ну а пока Ликвид очень, очень красноречиво повторяют о том, что они действующие чемпионы мира. Да, и даже если сейчас они умрут тут всем скопом, глобально это ни на что не повлияет. А никто не собирается умирать. Миракл прыгает назад и разваливает сначала Алхимика. А потом Нага Сирену. И лишь после этого теряет эгиду. Я хотел тебе немножко добавить к твоей фразе. Действующие чемпионы мира по версии Starluder Invitational. Все верно, Дмитрий. И, по-моему, кто-то хочет второй раз получить этот титул. Гега! Команда Ликвид. Чемпионы очередного сезона.